Аднёс эйэрбон, твари мидарик, сирно рост мидарик И вот вы знаете, что Корея является столицей пластической хирургии То есть в данной стране на душу населения приходится больше всего пластических операций И вообще, из-за такого своеобразного распространения азиатской поп-культуры Вы можете заметить, что в таких странах, как Южная Корея, Китай и Япония Максимально распространены пластической операцией И чрезмерная какая-то странная худоба Просто потому, что многие люди стремятся подражать прекраснейшим айдолам Ведь они такие красивые и худые И если вы так посмотрите, то вы даже периодически можете находиться в тех компаниях Где вам вместо приветствия скажут Ха, а ты что-то поправился? Тебе бы похудеть немножечко? Ну, либо же что-то в формате того, что Хм, а вы так поправились? У вас что? Ребенок появился? Так что давайте немножечко обсудим вот эту вот странную тему С чрезмерной какой-то странной худобой И с популяризацией пластических операций Если вы обратите внимание на общую статистику То сможете заметить, что Вне зависимости от того, в какой стране живет человек Он при желании сделать себе пластическую операцию Скорее всего отправится в Южную Корею Потому что южнокорейские пластические хирурги Это самые лучшие пластические хирурги в мире Если вы, конечно, попадете в те руки Но в любом случае Также популярна вот такая вот тенденция Что, ну, например Какой-нибудь школьнице или школьнику Родители могут подарить Нам, ну, допустим Какой-нибудь праздник Ну, возьмем день рождения Окей Пластическую операцию То есть, как бы так ребенок ходит Он выглядит, как обычный азиатский ребенок То есть, у него нет больших глаз У него нет каких-то вот таких вот Выдающихся черт лица О которых он мечтает Но родители делают ему сюрприз И дарят возможность Сделать на каникулах Пластическую операцию на двойное веко Потому что это самая популярная Пластическая операция, которую делают корейцы Они просто хотят европейские глаза В то время, когда некоторые европейцы Не отказались бы от азиатских глаз То есть, от глаз с отсутствием Естественного двойного века Потому как, если у вас есть двойное веко То вы не можете сделать так, чтобы у вас его не было Но при этом, если у вас нет двойного века То на ваш выбор предоставляется Огромное количество возможностей Как его сделать Например, специальный клей Или накладочки на веки И тут вдруг Раз! И у вас появляется Это самое желанное двойное веко Все, что только душе угодно И также еще одной популярной операцией Является исправление носа То есть, так называемая ринопластика Чаще всего Эта операция проводится именно на кончик носа Чтобы он стал таким вот Маленьким, узеньким И аккуратненьким Если случаи, конечно, не совсем запущены Потому что некоторые перекраивают себя от и до То есть, начинают они в школьном возрасте С двойного века Ну, почему бы, собственно, не сделать? Ведь это, вроде бы, совсем не опасная операция И на восстановление после нее требуется не так много времени И по финансам она, вроде бы, не затратна Но потом человек вырастает Стандарты немножечко меняются И ему вдруг хочется переделать и нос И подбородок И щеки И все, что только душе угодно Некоторые при этом умудряются накачивать Себе еще грудь и попу Ну, собственно, зачем же ее качать? Проще просто туда засунуть импланты Почему нет? Ну, помимо того, что люди пытаются таким образом Приблизиться к внешности айдолов То есть, если они от природы выглядят, это странно У них, возможно, большой подбородок, большой нос Отсутствие двойного века Или еще чего-то в таком духе Что точно не делает их похожими на их кумиров То с диетами все немножечко иначе Люди могут себе исправить все, что угодно Они себе все тело перекроят заново Но вот диеты — это история отдельная С учетом того факта, что изначально Это страна с культом еды То есть, люди как бы любят поесть И, соответственно, вот этот вот момент Когда человек переходит от того момента Когда его питание немножечко контролирует родители Потому что он как бы находится в их среде И к тому моменту, когда уже бывший ребенок Становится более самостоятельным Но при этом продолжая смотреть на любимых айдолов Он решает очень сильно худеть Самый простой способ — это просто тупо голодать И если вы посмотрите, то на просторах интернета Вы найдете огромное количество информации Связанных с тем, как же худеют айдолы И также, помимо вот этих вот диет Вы найдете огромное количество информации Связанных с тем, что некоторые айдолы Худеют немножечко неестественным путем То есть, опять же, прибегая к пластическим операциям Или же прибегая к каким-то лекарственным средствам Но тут я сразу хочу заметить Что это очень и очень опасно Потому как вот эта вот самая операция После которой люди как бы худеют Является одной из опасных операций Точно так же, как операция на подбородок Чтобы, собственно говоря, сделать вот этот вот вид О чем все так мечтают Нужно очень сильно потратиться Как финансово, так и морально и физически Но при этом вы спокойно можете найти В прайс-листе каких-нибудь раскрученных салонов Огромное количество различных процедур Связанных с тем, чтобы очень быстро похудеть То есть, вам скажут, что есть абсолютно нельзя И чаще всего есть нельзя абсолютно все И, конечно же, вам выпишут огромное количество лекарств Которые нужно принимать вместо еды Это очень и очень странно И я бы не сказала, что это довольно правильный подход Но в любом случае, вы также можете заметить И тот момент, что помимо того, что у людей зачастую Очень маленький вес, у них еще и очень маленький рост И, соответственно, если вы выше метр шестьдесят То вы будете выделяться, если вы девушка И при этом вы еще больше будете выделяться Для своих каких-то знакомых Если у вас есть лишний вес Потому что нет вот этого вот табу, которое вроде бы считается странным Что сказать девушке о том, что у нее лишний вес Вы что? Если там в какой-то другой стране девушка может еще и ударить парня За то, что он ей такое сказал То тут как бы, если человек вам говорит, что у вас есть лишний вес Значит, скорее всего, он у вас есть и вам лучше похудеть И с вот этой вот популяризацией айдол-культуры так называемой Где айдолы очень худые Они очень красивые Вне зависимости от того, от природы Это или просто пластический хирург помог Оно все вот так вот медленно расходится по миру Это так называемый халлю И, соответственно, люди тоже начинают заряжаться и заражаться Вот этим вот всем То есть у них тоже появляется желание Исправлять что-то в себе посредством пластической хирургии У них тоже появляется желание худеть до какого-то непонятного, неизвестного веса То есть я, в принципе, никогда особенно не понимала Зачем люди худеют до какого-то веса Потому что нужно худеть не до веса Нужно худеть до параметров, которые ты себе хочешь Потому что чисто технически В зависимости от того, какое у человека строение скелета Какое у него строение костей Будет зависеть то, сколько он весит То есть у некоторых людей просто, так скажем, большие кости Они очень тяжелые И, соответственно, если человек этот худеет до какого-то веса То он худеет до довольно-таки некрасивого состояния То есть зачем все это нужно? Нужно стараться выглядеть так, как вы себе будете нравиться А не до какого-то определенного значения на весах Потому что изначально это категорически неправильно Худеть до значения на весах То есть кто-то с узкими костями С, ну, например, весом в 45 кг Выглядит хорошо Но при этом, если у человека кости широкие Так скажем В общем, тяжелые они очень То этот человек с весом в 45 кг Будет выглядеть ужасно И, соответственно, кости у него будут торчать просто отовсюду Откуда они торчат у такого же человека Но с узкокосным скелетом, так скажем И как такой маленький вывод Если вы хотите найти в себе какое-то совершенство То в первую очередь найдите его внутри себя Создайте тот образ, которому вы хотите соответствовать Каким человеком вы хотите быть Чего вы хотите добиться Для чего вам это нужно Если вы ставите себе в пример какого-то айдола Что он, например, весил 70 кг, а стал весить 50 То просто задумайтесь, чего ему это стоило Каким образом он это делал Прибегал он к пластической хирургии Или же к каким-то лекарствам Которые ни в коем случае нельзя принимать Потому что они разрушают нервную систему И они разрушают сердце Про остальные системы организма Я даже говорить не буду Думаю, вы и сами всё прекрасно понимаете Если вы хотите что-то изменить в себе То начините с того, чтобы менять Своё внутреннее чувство Своё внутреннее ощущение себя самого Каким вы себя видите Потому что всегда То, как вас видит другой человек Зависит исключительно от того, каким образом он смотрит на вас То есть для одного человека вы покажетесь Красивым, худым, идеальным Для другого же человека вы покажетесь толстым, страшным И всё в таком духе Всё всегда зависит от того, как человек смотрит И, соответственно, вместо того, чтобы подходя к зеркалу Искать в себе недостатки просто потому, что вы, возможно, где-то не похожи на айдолов Задумайтесь о том, через что прошли эти люди Через что они проходят каждый день Потому что зачастую это действительно очень-очень ужасно И совсем не так просто и прекрасно, как может изначально показаться Или же смотря на каких-то айдолов, так называемых То есть это люди, которые популярны в интернете благодаря своей внешности Задумайтесь о том, через что проходят они И очень велика вероятность, что, чтобы стать такими Они либо сделали себе несколько пластических операций Либо очень и очень долго сидели на диете И, возможно, сидят по сей день И это не самое правильное решение Потому что вам просто нужно найти свой собственный идеал Не в другом человеке, а в самом себе И только тогда начинайте действовать Начинайте что-то делать Но самое главное Не доводите это всё до крайностей Не доводите это до того состояния До которого периодически доходят айдолы Когда они от бессилия падают на сцене Это самое ужасное, что только можно придумать Потому что периодически бывает так Что когда человек от этого самого бессилия падает Он потом просто уже не может встать И поэтому в попытках угнаться за этой самой идеальной азиатской красотой Люди порой совершают очень-очень большие ошибки Прежде чем что-либо делать Нужно всегда консультироваться с доктором И всегда иметь свою голову на плечах А самое главное Пользоваться ей по назначению Я работаю на нем Комасмеда Субтитры создавал DimaTorzok